Одна записочка, а от нас один человек с места. Так у нас будет. Вы говорите все о семейных отношениях, все о семейных отношениях, отношениях мужа и жены. А как не... Как же досемейные отношения? Как правильно начать отношения с мужчиной до брака? И не думать при этом о замужестве. Стоит ли служить мужчине до замужества? Надо сначала его из... ну как бы понять, этого человека, прежде чем служить. Нужно понять, что за человек. Если ты не понимаешь, что за человек, то зачем ему служить? Привязываться к служению, оно привязывает, а потом обязывает его тоже к чему-то. Надо сначала пообщаться, познакомиться, прежде чем служить кому-то. А вдруг этот человек, ну трудно с ним как-то будет жить. Вдруг не твой человек вообще, то есть не лежит к нему сердце. Надо понять это все, и если это не твой человек, найти другого пытаться. Не впитать иллюзии. Для этого нужно общаться, молиться, сердце поймет, сердце есть знания всегда. Есть старшие, должны сказать, еще могут помочь. Понимаете, вы рассуждаете с позиции человека, который не занимается духовной практикой. Человек, который не занимается, можно кормить, да. Человек, который не занимается духовной практикой, он одинок. У него нет ни наставника, ни духовной среды, в которой он живет, ни соратников, ничего, он одинок. И такой одинокий человек ему очень трудно понять, особенно женщине. Вообще твой человек, не твой. Тем более, что люди, которые не занимаются духовной практикой, они не могут открывать сердца. У них нет цели в жизни открывать сердца. Они закрыты от близости, от отношений глубоких. Им трудно говорить о самосовершенствовании, открывать сердце друг к другу, раскаиваться. У них не принято это делать. Поэтому, как понять человека, если ты с ним глубоко не общаешься? Как его понять? Некоторые люди после полгода встречаются и вдруг узнают, что человек женат вообще. Но вот представьте себе, человек верующий, который ведет очень духовный образ жизни, скрыл, что он женат и встречается с другой девушкой. Пусть даже общается, не обязательно в постель ложится. Это сразу обнаружится. Его наставник ему скажет, зачем ты так живешь? Зачем ты обманываешь этого человека? Понимаете? А если человек не защищен культурой, средой никакой, он живет, как одинокий волк в своей жизни, и кто ему что скажет? Как он поймет? Встречаться, не встречаться? Мой человек, не мой. Тем более, он не изучает это все. Как он может понять? Ваш вопрос указывает только на один ответ. Вам не надо пытаться ничего сейчас понимать. Вам надо просто изучать, как правильно жить и все. Придет время, и вы все поймете. Потому что люди, которые это изучают, мне такие вопросы не задают. Вы какой раз на лекции? Вы раньше слушали мои лекции? Слушали я сколько? Ну да, сколько времени вы слушаете? Слушала я буквально недавно. Ну вот, видите, вы недавно. Ну, занимаюсь вообще... У меня есть статистика, я написал по своим лекциям кандидатскую диссертацию. Только после полгода слушания люди начинают менять свою жизнь. Постепенно. А за два года сильно меняется жизнь. По статистике 67% семей улучшают свои отношения. Из 826 человек, которые мы исследовали, 67% людей улучшили свои отношения в семье. Это очень высокий показатель. Ну, я читаю книжки, как бы, я понимаю, о чем вы говорите, и понимаю ваши мысли. Просто именно вас я начала слушать совсем недавно. То есть в этой теме-то я, наверное, буквально года два. То есть я не сразу пришла к вам. Я много слышала. И вот решила прийти непосредственно. И все равно многие вопросы возникают. И не всегда так получается, что сердце сразу открывается. Да, я согласен с вами. Все постепенно раскрывается. Не сразу. Вы правы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.